Ну не дошел. Потом в Москву когда поехал, там более научными делами, и там мне брат научил намаз делать. Ну ты знаешь, в Москву поехал. Человек в Дагестане здесь не получилось у него, как бы да, здесь вокруг все вроде бы. А так раз в Москву поехал, там еще научная работа какая-то, еще какие-то дела, окружение казалось бы совсем не располагающее. Столько там моментов есть всяких, это же Москва, да, столица. Столько развлечений, столько... И там раз, и ты там начинаешь намаз делать. Ты сейчас скажешь, что так предписано было, я знаю. Ну это да, это универсальный ответ на все. Трудно ответить, но, например, я от многих слышу мнение, что там может быть где-то легче бывает. То есть, может, когда на чужбине тут защитный рефлекс какой-то срабатывает, вот это вокруг обстановки, и тебя заставляет, может, учиться. Ну не было откровенно говоря, какого-то толчка особого, я не заметил, какого-то случая серьезного, да. Хорошо, а потом, когда домой приехал, на отца ты уже влиял? Ну как влиял? Он самостоятельно читал, все такое прямое влияние, там, папа, давай, делай, так у него он достаточно сам может себе вопрос решать. И буквально у нас разница в несколько месяцев получилась, так вот, насколько я помню, 2000 год был. Ну, это пришло, в основном, ну, очень книги многое повлияет, читаешь, понимаешь уже, тем более, что связано с нашей спецификой, уже, видишь, ну, весь этот мир не может быть просто так. Надо же, для серьезного человека это вопрос, для чего мы живем? То есть, ну, логично. Ну, ты только что сказал, ты только что сказал, что, допустим, ученым людям, да, им хочется потрогать, пощупать. И сейчас ты говоришь о том, что, ну, для, как бы, для человека, который размышляет, хочешь, не хочешь, он приходит к этому. Я как бы попал в противоречие, да? Ну да, такое небольшое противоречие есть. Опять так я прошлый ответ свой могу сказать. Вопрос веры, он, ну, очень трудный вопрос, как это приходит, я не могу на него прямо ответить. Ну, например, может быть то, что для нас, дагестанцев, ученых, это легче, потому что среда все же, ислам, телевидение есть, ислам, бабушки наши, дедушки там, которые несут ислам, селение, которое сохранилось, то есть нам легче. Те, кто на Западе, которые слышат о нем одно, или, например, в России, да, ну, в то еще время, сейчас-то уже больше развития исламского знания, совсем другие условия. То есть, тут каждая индивидуальная подходка там делает. Вот у вас есть главы, касающиеся тримаранов, капсулы в самолетах, да, айсберги какие-то, вот, перемещать в жаркие страны, там, чтобы водой обеспечить. Но Аллах, они лучше оставить это. Он и так обеспечит, как вот этот момент, прокомментируй, пожалуйста. Ну, если бы так жестко было установлено, как ты говоришь, то, наверное, не было бы стимулов, призывов, точнее, к стремлению к знаниям, к совершенствованию науки, техники. И первые исламские ученые, наверное, не занимались бы ничем. И, может быть, Аллах и устроил бы тогда мироустройство таким именно, что мы сидели бы, и все бы к нам текло. Но оно, естественно, другое, тем более, в хадисе говорится, 9 десятых нашего заработка, нашей религии, это халал-заработок. А что такое халал-заработок, честный заработок? Это идти и работать, другого выхода нет. Творить что-то, изобретатели творят, медики лечат, учителя учат. Каждому, как говорится, свой. Машал, я хотел именно от тебя этого услышать. То есть, мироустройство таким создал Всевышний. Это, наверное, неправильное понимание предопределения, как бы, да, вот то, что, наверное, может, некоторые так понимают, что раз предопределил Всевышний, оно, выбор есть. То есть, он для всего причины создал. Да, иначе спрашивать не с чего будет. Если выбора у человека нет, значит, спроса с него, по идее. Улыбей, вот я, когда слышал твоего отца, он человек, он патриот. Ты, как человек молодой и, может быть, придерживаешься каких-то таких других взглядов, тебе не кажется, вот, слушай, ну, надоело, ну, сколько можно, работаешь, работаешь, какие-то изобретения, какие-то реальные проекты предлагаешь. Не реагируй. Ты же реально знаешь, что, если ты уезжаешь в другую страну, ты можешь там хорошо жить, у тебя там все будет. При этом ты там, так же можешь остаться мусульманином, да, и от имени мусульман это все делать. Не хочется иногда махнуть рукой и уехать? Ну, иногда такие мысли бывали. Ты отца не уговариваешь? Иногда мысли такие бывали. Ну, это такой сложный процесс. Как говорится, у нас, может быть, такие моменты назревали, ну, несколько лет назад. Ну, это как бы, человек как уезжает, когда уже доходит, допустим, до какой-то точки, да, все, решили уже. Край. Да, и решили уехать. У нас такой точки, как бы, не дошло, я так думаю. Иншаллах, не дойдет, но все же, ну, не хотелось бы, как бы, уезжать, родные здесь все. У нас все же, где наши дагестанские адаты, они, как бы, держат, что бабушки здесь, родители здесь. Все хотят возвращаться сюда, похороним мы, хотя бы, здесь. Нет, и тем более, последние шаги, которые, вроде бы, уже продвижение идет, проекты какие-то реальные, работы идутся. То есть, они показывают то, что пока можно здесь работать. Мы и грант выиграли здесь, государственного фонда. То есть, есть надежда. Хорошо, Луби, может, что-то хотел сказать, может, что-то не сказал, может, мы чего-то не коснулись. Ты можешь сейчас сказать? Во-первых, поблагодарить, наверное, вас, что пригласили на передачу, то, что вы вообще работаете в этом направлении, даете альтернативу, хотя она во временном промежутке, конечно, очень маленькая, относительно океана другого времени, который затрачивается на все то, что, в принципе, нам всем мало кому нравится здесь, в Дагестане. Поэтому вы очень сильную работу проводите по просвещению. Пусть Аллах вам поможет на деле. И тоже к братьям, сёстрам обратиться, чтобы держались, несмотря на все трудности на пути, просили у Всевышнего правильного пути. Умели как бы противостоять вызовам этого времени. И тем, кто ещё не пришёл к религии, пусть читают, смотрят передачи и приходят к вере. Пиша Аллах. Нам всем будет так легче и лучше. Всей души желаю успехов, всем, каждой в работе. Ну и вам тоже. Хорошо, Луби. Огромное спасибо, что пришёл на передачу. Думаю, вообще очень хорошо и приятно, что у нас есть молодёжь, который на самом деле работает, думает о Дагестане, о будущем Дагестана. И вообще так в глобальном масштабе может думать. А у вас, по-моему, основа заложена правильно. И думаю, у вас есть будущее. Огромное спасибо, что пришёл на передачу. Уважаемый телезритель, на этом мы с вами прощаемся. Ещё раз хочу поблагодарить.